Доброго времени суток, дорогие друзья! Посмотрим на последние тенденции на рынке валют и что нас ждет на следующей неделе. Попробуем разобраться в текущих тенденциях и какие долгосрочные тренды нас ждут еще до конца года. Сегодня мы видим оптимизм в отношении евро, а также фунта. Это связано с политикой по Брекситу, но и другие факторы есть. Давайте более детально сейчас коснемся их. Первое – это короткий обзор сегодняшнего дня и что нас ждет дальше. Прежде всего мы видим, что за последние сутки уменьшился индекс пессимизма в отношении евро. И это связано больше с тем, что рынок уже просто очень много заложил и нет никаких позитивных моментов, кроме некоторого состояния по Брекситу, которое косвенно и краткосрочно только является для евро. И поэтому вчера мы видели вот такую волну тейк профита. Если мы посмотрим на более длинных графиках, то мы видим, что вот эта цель, которую мы преследовали еще раньше, она была достигнута и после этого начался фиксинг. Просто фиксинг. И что более понятно было, фиксинг всегда идет на несколько уровней. В общем-то цель еще максимально не достигнута, поэтому с этого уровня достаточно хорошо снова занимать короткие позиции. Почему? Давайте посмотрим вместе. Ну первое, что мы видим, что немецкая экономика достаточно слаба. Бизнес-климат в Германии только лишь уменьшается и уже упал ниже 100. 97,9 по последним данным. Политика в отношении Китая все-таки идет к тому, чтобы сделка будет заключена. Даже вот такой кровью Huawei и также других компаний, которые могут попасть под нож американский. Но какая реальность есть, такая есть. Что касается европейской экономики, то мы видим вопрос стагнации сейчас очень серьезно стоит. И в общем-то прогресса нет. Единственный позитивный фактор, который мы видели, это последнее заявление члена ФРС Булларда, который заявил о том, что декабрьская процентная ставка, поднятие в декабре ставки было, ну, чрезвычайно может быть эмоциональным. Поэтому нужно некоторое время, чтобы все-таки рынок понял, вот где мы были в декабре. То есть, в общем-то, мы видим поднятие процентной ставки коренным образом не поменяло. И мы видим вот такой нисходящий тренд. Поэтому, если рынок все-таки достигнет вот этого уровня 1.12.20 где-то, то есть совсем чуть-чуть осталось, то, в общем-то, вот стратегия продолжается на падение, на цель, вот сейчас более долгосрочно посмотрим, на цель 1.10. В общем-то, коренным образом ничего не меняется, есть негативные факторы. Позитива пока мы не видим, кроме каких-то краткосрочных явлений, но будем смотреть на дальнейшее развитие. В общем-то, если посмотрим вот на индекс, то мы видим, хоть тейк-профит как бы рекомендован, мы не придерживались такой тактикой и решили подождать в коротких позициях. Начало коротких позиций было 13 мая, поэтому есть еще некоторый запас, можно подождать. Что касается более длинных еще тенденций, если горизонт инвестирования где-то стоит, более длинный срок, то, в общем-то, тут тоже пока тенденция не меняется и цифра 1.05 более приоритетная, нежели восстановление. Хорошего дня, удачных вам инвестиций, хороших выходных. В понедельник будет сокращенный рабочий день на электронной торговой сессии. В общем-то, в обельке выходной банки не будут работать, поэтому активность будет очень слабая. Хорошего дня. Еще раз, хороших выходных.